наш красавчик здесь отдыхает на солнышке ой макси на зевалки да у максика сегодня праздник максика день рождения сегодня очень мне нравится это покрывало я так рада что мы заказали мы заказали вот такой серо покрывало и лика тоже заказала себе цвет морской волны серым очень красивый и очень хорошее качество но мы показывали да милаш ну тебя немножко другого тебя с бубончиками с помпончиками а фото у нас именно вот такой она как бы рифленая красиво маг зато чего это зеваешь да но качество вообще классно про мне нравится на очень мягкая и хороший размерчик чем не скажи не пахнет рыба и рыбу вообще не ем и не люблю только креветочки миланга сегодня нашла вот эти ушки и мы вспомнили мы их покупали в сочи на набережной единственная вот постоянно выскакивая там видно как пружинка но не пружинка не знаю что проводочек такой который качает воздух да она качает воздух и ухо в общем получается такое не рабочие сейчас разговаривали с мамой про сочи хотим поехать в сочи не знаю когда вот но дело в том что как бы с въездом в сочи тоже как ну естественно могут быть проблемы я не знаю пустят нас или не пустят но вот мама сейчас мы с ней переписываемся на говорит что если мы предоставим документы что мама проживает в сочи то есть что мы едем не просто как бы на отдых а мы едем к родственникам покажем документы о нас кине то есть то скорее всего нас пустят ну как мама год не скорее всего точно вас должны пропустить в общем мама нас клоняет к тому чтобы мы приехали на отдых в сочи но мы везде будем показывать что мы едем в сочи покажем документы что мы едем не просто так там в отеле там или просто не за квартиры снимать а что мы едем ну да мы знаете вот как боимся 70 на 30 ну да не знаю но очень хочется да поехать поэтому подскажите на 100 ездил может кто-то ездим как это судебно сейчас наверное еще но у хотя не знаю аккуратненько глажит такого глаза достали смузи когда ягодно-фруктовая смесь для смузи с манго очень вкусно мы всегда берем и молочком делом получается очень вкусно смузи но лучше немножко чтобы вот эта смесь подтаяла минут 10 15 полежала подтаяла и потом взбиваем с молочком получается такая вкусняшка вообще не знаю что нам делать сочи как быть дело в том что еще улики 4 контрольные не сданы сегодня я так поняла последний день вообще в школе и уже как бы все закончили по идее получается школу этот год но у нас вот улики до сих пор висит 4 предмета и мы тоже как бы привязаны вроде бы дистанционно но вы знаете как я думаю вдруг что-то поменяется нам скажут прийти в школу в школьную обычно да вот сдавать эти контрольные а мы уедем поэтому мы вот сейчас в принципе не можем никуда уехать если честно бы хоть завтра уже уехала более то на машине села и поехала не знаю нас во первых прохладно здесь в сочи это с мамой разговариваю плюс 29 очень тепло просто даже погулять пойти по набережной походить понятно что не купаться но как-то уже хотя бы просто сменить обстановку уже настолько вот как-то все надоело мы по сути вот сколько месяца полтора-два вообще может сказать не выходили на улицу только в магазин бегом и домой а девчонки вообще у нас полтора месяца не выходили на улицу это вот мы последнюю неделю выходим на прогулочку гуляем это так знаете недолго и подальше от людей лика уже вообще так соскучилась по магазинам говорит и я так хочу пойти это вот было где-то несколько дней назад говорит окачу пойти в магазин вот и мы прошли по погуляли хотя столько людей много в магазине кто-то в масках кто-то без масок мы только в масках ходим магазин берем с собой масочки заказывали мы маски в васильке в интернет-магазине очень хороший мне так они нравятся не знаете такие мягенькие их вот совершенно не чувствуешь на лице то есть я иногда даже забываю что так раз раз о маска есть их вот реально не чувствуешь очень хорошие масочки какие-то магазины торговый центр открыты какие-то закрыты мы вот допустим лика очень хотела поехать в мегу давайте давайте поедем я лики говорили кто начали зайди на сайт посмотри вообще открыт вроде как лика посмотрела торговый центр мега закрыт хотя нам кто-то писал что вроде бы открыт не знаю кто может быть был или кто знает открыт торговый центр мега или нет пишите хотим в метр в метро поехать очень мне нравится мэтра закупиться продуктами мы закупались продуктами наверное дня четыре назад и вот на днях уже нужно будет опять закупаться продуктами и хотели бы поехать конечно в метро но тоже надо посмотреть расписание вообще как они работают на продуктовые я думаю работают по-любому ну надо в любом случае посмотреть чтобы зря не кататься не ездить вообще по метро соскучилась я в метро наверно было месяца два назад хотя раньше мы частенько ездили очень большой магазин там все продается очень удобно но сейчас меня больше всего волнует вопрос отпусками виду с морем с поездка потому что скорее всего она по накроется у нас наш отель когда мы хотели ехать ну потому что мы узнали что вроде как июнь точно не работает июль август под вопросом и как она будет никто не знает сами работники отеля не знают и все такое узнаете в подвешенном состоянии и в общем мы не знаем я уже говорю давайте хотя бы в сочи поедем чем это мама живет есть где жить и на море можно ездить его пляже много и выбрать мне нравится ути дыры пляж он такой знаете более отдаленный более тихие там меньше людей я вообще не люблю пляжи муравейники центральных где очень много людей вот в анапе мы были там вот реально муравейник конечно но мне очень понравился отель с видом на море море в двух минутах может быть даже правильнее сказать в минуте от отеля и мне очень понравился знаете песочек хотя этот песочек мне не нравился лет наверное 10 назад 12 12 лет назад мы были в анапе и мне именно этот песок не понравился потому что где он только не был вся голова вечно приходишь ветром волосы все в песке нет так не нравится а в том году мы поехали я была в восторге от анапы я не хотела уезжать еще мы попали после сочи такую шикарную погоду просто нам не повезло в том году сочи был сильный ливень вот мы были в сочи недели две и за все время мы только два раза были на пляже постоянно целыми днями шел дождь шел или не то что дождь ливень гром гроза чего только не было честно сказать в том году нам сочи не повезло и когда мы поехали в анапу мы как бы так знаете спонтанно просто попали в анапу там была шикарная погода вода чистейшая теплая волн не было милана была вообще восторге потому что но она по детским пляж где как бы это называется курорт детский да скажем так то есть там заходишь идешь 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 в море и все вода по щиколотку то есть для детей это вообще самое просто не знаю удовольствие от такого пляжа и нам тоже все все очень понравилось и вот мы хотели опять поехать но не знаю что получится наверное ничего не получится из этого потому что не по нашей вине да ну мы как бы еще пока бро не снимали думаем как и что посмотрим вот сейчас решаем сочи как нам быть пустят нас в сочи или не пустят и если все таки вот надо конечно удостовериться прежде чем ехать надо удостовериться на сто процентов что можно будет проехать что нас пустят то представляете ехать сколько почти что двое суток и представляете нас развернут скажешь нет мы вас не пустим и что нам потом делать конечно надо начали удостовериться поэтому вот может быть кто знает как что можно ли проехать или же это все лучше пока не затеивать поездку я не говорю что это сегодня завтра мы выезжаем но вот лико во первых ей для начала нужно сдать контрольные 4 контрольные и потом уже мы будем задумываться собраться на самом деле поехать это можно вот сегодня решили завтра выехали взять там необходимые продукты собраться чемоданы вперед и поехали поэтому на самом деле главное сейчас удостовериться с пропуском что нас пустят ну или сдать контрольную недавно заказали косметику лика делала распаковочку на своем канале лика life много чего мы по заказывали фирмы органик зон интернет-магазин очень хороший мне нравится часто там заказываем восторге вот от такого скраба соляной скраб для тела петахая шикарный аромат знаете сладеньким и мне нравится что эта косметика и вообще очень люблю косметику без всяких парабенов вот ну и обязательно для меня очень важно чтобы эта косметика приятно пахло вот здесь видите состав как у хорошей столь морская здесь масла разные витамины и как видите никаких парабенов нет и очень понравилась такая вот штучка скраб для лица для нормальной кожи тоже с маслом маслом жожеба и эфирным маслом лаванды этот скраб для лица шикарный скраб очень приятно пахнет вообще я обожаю всякие скрабы у меня их очень много очень при много не очень люблю знаете пенку для лица у меня даже до сих пор я пенку который заказывала давно либридер выкинула кстати даже не заметила как она стала просроченной выкинула вот такой вот пенка пользуясь для умывания до сих пор стоит у меня покупала я ее восемнадцатом году представляете вы до двадцать до двадцать первого года срок годности и выкидывали к иногда пользуется этой пенкой а я предпочитаю или скраб для лица или же гель гель для умывания тоже заказали кстати вот этой фирма вот цветочной водой ромашки с эфирным маслом бергамута тоже очень приятный аромат и мне нравится что не сушит кожу это очень важно чтобы кожу гели пенки не сушила гелем пользуюсь или просто вот так вот ну как бы наношу на лицо я же с помощью вот этой щуточки уже много раз показывала кисточка тоже очень хорошо но у меня есть еще вот такой гель кстати он такой экономичный он у меня уже достаточно давно и у меня еще половина тоже это косметика вообще просто крутая крутейшая тоже нравится очень много косметики уходовой имена вот этой фирмы тоже на без парабенов очень приятный аромат и очень хороший эффект от не очень хорошо очищает кожу не сушит увлажняет это маска для лица но не совершенно не подходит совершенно и покупала в окей не знаю может быть сестре да может быть ей подойдет знаете мне вот допустим не подошел как-то заказывала сыворотку для лица не на совершенно не подошла не помню уже какой фирмы в общем не сыворотка не подошла я подарила че стр она просто у меня стал у меня появилась какое-то раздражения на лице и наоборот знаете после сыворотки там написано хорошо увлажняет сыворотка а мне наоборот кожу стянуло появилась такая сухость раздражение на я подарила сестре и ей подошло она прям восторгivan не так подошла сыворотка мне нет вот мне не подошло вот эта маска увлажняющая написано, да? А мне она не подошла, она сушит здесь типа семенами че, а мне сушит кожу. У меня появляется покраснение от этой маски. Я подарю сестре, может быть, ей подойдет. Всем пока-пока!